Здравствуйте, уважаемые посетители портала GameZed.ru С вами Вадим И сейчас мы с вами посмотрим и проанализируем игру по Dota All Stars Играют две азиатские команды, подразделения клана LGD К сожалению, мало я вижу комментариев на русском языке о играх китайских команд И вообще мало что о них известно Но могу сказать, по крайней мере, что в этой игре играет Зе Сэм Эжэ Китаец с таким вот сложным и непонятным для русского уха именем Точнее ником И он признан лучшим кэрри мира Для тех, кто не знает, кэрри переводится на русский язык дословно как Тащун Это герой, который всю игру качается И потом в поздней игре, соответственно, показывает, на что он способен То есть это какая-нибудь Спектра там, Фэнтом Лансер Ну, либо там что-нибудь менее жесткое Ну, Тинкер, например, тоже можно считать Тинкера тоже можно считать кэрри Вот сейчас игроки банят героев Мы видим, что Скоржи не хотят видеть Некроманта, Некролита и Энигму А Синты не хотят видеть Алхимика Алхимик в последнее время стал довольно популярным У него неплохая пассивка и неплохой стан Пассивка дает ему много золота Поэтому можно нафармить очень быстрый Радианс Там что-то типа 15 минуты даже такое бывает Так, вот Виссаж Сейчас европейские команды ее почти не берут Но среди азиатских команд довольно популярный герой В последнее время Ее птички неплохо дамажат и станет Ну и, соответственно, замедление тоже неплохое Так, сейчас выбирают, кого забанить Скоржи Хочется сразу отметить, что азиатские команды Очень долго всегда думают над пиками и банами То есть очень ответственно подходят к игре Наши команды, за исключением очень важных матчей Обычно берут сразу Вот сейчас идет экстра тайм И они решили забанить Сайленсера И синты забанили Электропанду Электропанда популярна как у европейцев, так и у азиатов Единственное отличие азиатов, что они любят ей собирать быстрый БКБ А наши все-таки через Линкенсферу играют Так, Дума забанили Это современная имба Он очень силен за счет изменения последнего Вот Ну, потому что Его изменили в доте 666 Типа 3 шестерки Число дьявола И поэтому местного дьявола, Дума, усилили А там забанили Венгу Видимо, не любят Скоржи, когда против них на саппорте играет Венга Ну, саппорт, для тех, кто не знает, это герой поддержки Он, соответственно, покупает курицу, то есть курьера, там, глаза разведчики Сенты берут Дарксира В последнее время довольно популярный герой За счет того, что он неплохо стягивает Там стягивалкой может быть ченнелинг То есть, ну, подготавливаемые заклинания прервать К тому же, он отлично себя чувствует в лесу Благодаря своему щиту Так, там Тракса и Кристал Мейден Кстати, вот отличие пика азиатов в том, что Обычно первыми берутся герои, ну, такие более нацеленные на позднюю игру То есть, если смотреть пики европейских команд Там первые пики всегда это Кристал Мейден, там Тайт Хантер в основном А здесь вот сразу взяли Слардара, сразу взяли Траксу Ну, видимо, та команда не хотела, чтобы забирали Траксу Но против Траксы можно какую-то контру на позднюю игру найти Которая будет неплохо ее убивать Вот, соответственно, здесь Кристал Мейден, Таурен и Пугно То есть, ну, один сильный кэри То есть, ну, на самую позднюю игру это Дарка И такой герой сильный в средней игре это Слардар А здесь у нас взяли Снайпера последним пиком Ну, было понятно, если учесть, что как азиаты любят сильных кэри То есть, было понятно, что возьмут кого-то кэри То есть, более-менее на середину игры у нас здесь Паук И, соответственно, самый жесткий кэри это Снайпер И мы видим, что вот этот ЗСМЖ, ну, не будем его так называть Не очень привычно для русского имени Вот, играет за Снайпера и идет на верхнюю линию Не очень понятное для меня решение Потому что обычно жестких кэри ставят на легкие линии То есть, ну, это нижняя вот здесь Ну, то есть, здесь не так легко ганнуть из леса Только вот если здесь, ну, или как-то вот здесь Но это рядом с башней, далеко и неудобно А на верхней линии вот спокойно стоит здесь у нас Снайпер И из леса его могут убить Непонятное одним словом для меня решение Но, видимо, они надеются на то, что лучший кэри мира Все-таки есть лучший кэри мира И он и с этим справится Тут у нас Дарксир, он у нас ориентирован на лес Скорее всего будет Пугна сейчас заберет Хасту и будет бегать, что-то надеется Вот, на верхней линии Таурен у нас будет помощником То есть, иногда отводить монстров Здесь у нас Кристал Мейден и Таурен Ну, понятно, что основные деньги будут идти Таурену Так, опа Здесь чуть-чуть Пугна не забежал, чтобы заблокировать Так, дерется с Дарксиром Пугна Но щит очень мощный, особенно в начале игры И разменялись по ХП Не знаю, сейчас Дарксиру не хочется, конечно, свое лечение тратить Потому что чуть продамажили Сейчас он сначала точку какую-нибудь заберет Но здесь вот видим, что у нас стоит Паук Против двух героев, причем довольно сильных Ну, не очень мне нравится это решение Потому что, во-первых, Слордар может неплохо добивать монстров Во-вторых, Пауку будет очень плохо Потому что, ну, Пугна отгоняет его Не сможет он хорошо подходить к монстрам Тем более, скоро купит глаза На центре у нас Леон против Дарки По идее, Леон должен гонять жестко Дарку Иначе, если Дарка расфармится, будет очень всем плохо Вот, тут у нас Снайпер против Таурена и Кристалл Против, да, ну, два Таурена фактически Только один в оригинальном Варкрафте герой, второй юнит Так, ну, что хотелось бы сразу отметить Вот, не поленилась Кристалл Мейден подойти однажды Отвести монстров вот здесь вот И, ну, близко к целой минуте То есть, появляются монстры в конце каждой минуты И вот она отвела их И монстров не было в конце минуты И появились новые Сейчас их очень много И, соответственно, монстры вот здесь вот отводятся Не доходят до Снайпера Он не получает опыта Вот, мы видим, что он второго уровня А Таурен уже третий Ну, Кристалл Мейден хоть и первая Но сейчас вот здесь вот этих, вот этих добьют То есть, что получается Тотальное доминирование по опыту Потому что, ну, с легкой линией и монстров легко отводить Потому что можно, конечно, вот с этой линии вот этих монстров отвести Ну, вот с синтам в смысле Но это очень сложно А здесь просто подходишь, фактически ударяешь И они бегут Так, здесь у нас паук что-то пытается Но видим, что он пугно, не сильно от него отстает по опыту Учесть, что здесь Слардар еще второй уровень получил Слардар с хостой бежит Искать либо Дарксира, либо Леона гонгануть Но понимает, что Леона вряд ли они гонганут И ищет Дарксира Так Он Дарксир, он вряд ли что сделает Дарксир с полным здоровьем Глаз увидел Леона Так, вот здесь у нас топает Таурен Обоих задевает Но ничего он особо не сделает Потому что у нас здесь снайпер Но смотрим, что по опыту Третья Кристалл Мейден, третий Таурен Все еще второй снайпер Правда, сейчас он убьет всех этих монстров Но долгая была задержка по опыту, во-первых А во-вторых, сейчас их много И если там с каждой линии по 3-4 монстра добивать Это одно А сейчас вот всех вот этих вот Ну сложно Напрячься и выстрел за выстрелом Еще и под башней Соответственно, добьет он меньше Получит денег он меньше Так, здесь у нас смотрим Тяжело паучку Купили уже глаза И он Плохо, ему одним словом Тут у нас Ну то есть, третий пуг на третий Слардар после четвертого паучка Очень много крипов добивает Скажи на той линии Но здесь у нас Леон с Даркой Что, ну примерно поровну Леон чуть больше добил Но это понятно Ему легче, он может Вот такие вот вещи делать Так Ну, Леон иногда и гангить По идее должен к снайперу приходить Так, снайпер вот здесь у нас Кое-как под башней Что-то пытался добить Но мы смотрим, что у снайпера Сейчас, где у нас снайпер Снайпера 9-4 А вот у Таурена А, у Таурена 7-3 В принципе, ну не так Снайпер молодец Ну, лучший карри мира Есть лучший карри мира Но все-таки добивать под башней Когда еще крипов разделены Что-то возле башни Что-то возле ваших монстров Так, вот здесь вот сейчас Побегут на снайпера Кристалмейден в засаде На третьем уровне Вот сейчас его оглушат И Кристалмейден еще прибежит Кто не знает Оглушение вот этого Таурена Прерывается с первым ударом Так, сейчас Опа В лед Убили бедного снайпера Лучший карри мира терпит Таурен ушел куда-то Видимо, помогать А, вот, помогать на центре А, вот мы видим Что Таурен с Леоном Убили Дарку Но в это время Упустили бедного снайпера Убили его Вот Тут у нас все еще терпит паук А все это ради того Чтобы Дарксир более-менее В лесу фармился Но вот Он сейчас получил 4-й Там 5-й левел даже не получил А тут вон Смотрим, что Ну, не очень хорошо все у паучка Хотя сейчас посмотрим Как 9-2 у него по монстрам А у пугну в этот момент 10-2 Учитывая, что еще и Сларда У Слардара 13-8 То есть Каждый из них добил столько же Сколько один паучок То есть В дважды фактически Они его перефармливают По деньгам Здесь Таурен уже 5-го уровня Снайпер у нас 4-й Ему не очень хорошо Ну, потому что все-таки Таурен на сложной линии Ну, не так уж Не такой хороший Саппорт На самых ранних этапах игры Особенно если нет Кристалмейден Какой-нибудь в команде У него очень мало манны Он не может спамить заклинаниями В отличие от Кристалмейден Она бы спамила Отгоняла Так, ну, видим Что тут Кристалмейден Все отводит и отводит Но на этот раз Получилось Не очень удачно Только один монстр Сагрился Но зато вот здесь Размножили монстров И Таурен с Кристалмейден Когда-то смогут их убить Ну, опять Кристалмейден Все еще в засаде В отличие от европейских команд Засадные герои Обычно сидят Там ничего не делают Сидят и ждут просто А Кристалмейден Мы видим, что множат крипов Отводит их Сама уже четвертого уровня А вон Таурен Перефармливый Ну, по уровню Обходят снайпера То есть, видим, что Азиатские команды Пользуются каждой возможностью Так, тут у нас драка Убивают Бьют Дарксир Убивают Пугну Так, сейчас Умирает Пугна Дарксир умудряется убежать Пугна, сделал на себя астрал Но это все равно не спасло ее от паучка Ну, вот, наконец-то Дарксир помог И сейчас Хоть всего лишь один килл Не так много значит Там 225 золота Это мизер Но зато у паучка Какое-то время будет Он хотя бы там Полминутки Сможет спокойно добивать монстров Это отлично То есть, впервые у него Какая-то свобода Вот здесь видим, что Леон с хостой добивает Дарку Вот Леон молодец Потому что Он все-таки Ну, должна Дарка терпеть И если он не гангает Не спасает снайпера Так, здесь видим, что снайпера Обошли с двух сторон То урен ничего не смог сделать Манны банально не было Но у него Одну борозду он сделает Фактически И уже даже следующую не может сделать Ждать должен Поэтому Повторюсь Не очень он Хороший Кэрри Для Такого героя Слабого в начале Как снайпер Вот Лучше бы Что-нибудь Типа Crystal Maiden Ну вот Ту же Венгу Забанили Он, конечно Неплохо сочетается Вот конкретно С кем-то там Ну, с каким-нибудь Не знаю Джагой там Чтоб преградить дорогу Ну Со снайпером Так себе Это мы видим Вот Снайпер уже бедный Не знает куда ему идти У него Счет 0-2 У него 15 крипов Всего лишь У Леона Зато Так, сейчас У Леона У Леона Сейчас я найду Где же у нас крипы Так, у Леона 36 крипов уже А у 20 всего лишь У Дарки Ну, Леон молодец Короче Дарка всего лишь Шестого уровня Но хотя снайпер-то Бедный пятого Потому что здесь Вот эта вот бригада Жестко не дает ему жить И Таурен ничего не может сделать Тут опять отвели Одного монстра Потому что Таурен топает В гущу монстров И убегает Так, Кристал Мэйден Получает денежки Кентавр, точнее Топает в кучу монстров И убегает И никак не отвезти Под Кентавра Так, еще и убили Здесь Таурена Короче, эта парочка Отлично играет И отлично справляется И у Кристал Мэйден Уже есть хотя бы Стик какой-то там Ну, то есть Мало того, что он Аварды Постоянно покупает Курицу Апгрейдит Так, тут убили Кого-то Этот кого-то Это Пугна Ну, понятно Пришел Леон С центра Нафармленный Леон Восьмого уровня С банкой С тредами Понятно Почему так случилось Но Зато в это время Вот у нас тут Сражаются два кэри Дарка отлично добивает Вот Так, кто это у нас Нет такого Не знаю Я хоть Я и в последнее время Очень интересуюсь Азиатскими дотерами Но Не знаю этого игрока Так Тут у нас Убивают бедного снайпера В который раз Он пытается убить Хоть Слардара Вот Не успевает С бороздой Своей Таурен Убивает снайпера У него счет 0-3 Минус мораль И вот видим Что плюс китайских Команд Если вот в нашей Команде Основного кэри Убили бы Три раза За 9 минут То Была бы паника Он бы начал орать На всех Что вы делаете И вы меня не спасаете Не даете фармиться Началась бы ссора жесткая И минус мораль И уже фактически поражение А здесь видим Что все играют спокойно Он Здесь Такой ганг И снайпер вот чувствует Что никого нету И опасно Вот сейчас он Фактически шел бы в засаду А почему вот так вот Все стараются Убить бедного снайпера В чем причина Естественно в том Что он все таки Лучше кэри мира Если ему не давать Не мешать вот так вот жить То он расфармится Здесь видим Как слорда Так прикольно Ушел в засаду Но кристалмейден Спалилась Добивает этого талончика Получает деньги Башню сейчас здесь Убьют Дарка должна добить Вот А снайпера все гасят Потому что понимают Если его не гасить То он расфармится И всех убьет элементарно Так Дефят башню Сейчас Дарка естественно Ее добивает Потому что Ей нужны деньги Больше всех Вот Снайпер Ну зато снайпер Хоть какое-то время Там хоть чуть-чуть Пофармился Плохо у него дело У него нету тредов Даже до сих пор На десятой минуте Хотя С хорошим саппортом Их можно и на четвертой Собирать Такое было И в моей практике В принципе Вот Здесь соответственно У нас Паучок От паучка отстали Он хоть Нафармил себе Сапоги Фейсбутс Вот Сейчас еще здесь Что-то гонганут Да Вот у нас Леон Делает шипы и ульт Сразу же Пытается убить Тауренчика Добивает паук Но здесь Ультует Кристалмейден Опять опоздал Таурен Не успел спасти паучка Потому что паучок Был пару раз ударил С лордара Все было бы отлично Кристалмейден Загоняет в угол Убивают И тут же пьет Регенерацию Леон И еще умудряется Хекс сделать То есть Ну то есть Регенерация Еще лишнее Что-то регенерирует Так Тут у нас Пытается забрать Таурена И спасти С лордара Так С лордар Впивает стик Это ему Восстанавливает Почти все жизни И Забирают Мы видим Сейчас Как слаженно Действуют коржи То есть Сбирают одного Другого Сейчас Подошел С лордар И вот Чуть ему жизнь Осталось Вот С лордару Чуть жизнь Осталась Но он успел Сделать стан Добили Дарксира И добивает Еще и Таурена Так Это не в игре Это Смска Пришла Вот Но 3 в 1 В итоге Размена И отличный Тимплей От команды Скоржей Так Тут у нас Застанили Паучка Просто так Чтобы он Не вгрызся Не помешал Там Ничему И чтобы Таурен мог Спокойно Отойти И подлечиться Своей урной Вот Ну Отличный Размес Отличный Замес Аж я Растерялся Так Хорошо Скоржи Убили Синтов Так У Дарки Еще даже Нету Доминатора Вот мы Видим Что это Дарка Без стрел То есть Это Не пап Здесь Все Работают На Дарку И поэтому А ей Нужен Доминатор У нее Неплохая Атака Так Не успел Добить Снайпер У нее Неплохая Атака Поэтому Доминатор Ее Очень К лицу Вот К эльфийскому Лицу Здесь Она Фармится Как Может То есть Как Крипа Подошли Сверху Она Забирает Сверху Крипов Добивает Этого Этого Не успевает Сейчас Смотрим Смотрим И этого Добило Этого Не добило Но чуть Не повезло Опять Молодец Она Больше Половины Крипов Добивает Под башней Это Отличный Результат Вот Здесь У нас Наша Сладкая Парочка Пытается Загангать Кого то Еще И Кристалмейден Под хостой Паук Это Чувствует Но В принципе А Есть Просветка И Есть Еще И Варды То есть Если Что Паучку Бедному Придется Не Очень Так Подходит Его Братва Леон Который Пошел Гангать Но Что то Он Как Был Девятого Три Минут Назад Так Он Остался Девятого Так Тут Таурен Свои Копии Разведывает Для этого Ему Пришлось Уйти Довольно Далеко Но Он Зато Все Видит Нанес Чуть Урона Так Здесь У нас Опять Забирают Бедного Снайпера Пока Там Суд Доделал То есть Думали Что Будут Гангить Паука Снайпер Думал Хоть Пофармиться Какое То Время Но Его Опять Забирают И Ударов Нанести Ну Либо Уже Убегать Тогда И Спастись Но Он Что Среднее Выбрал То есть Вначале Отошел А потом Все Так Вернулся И Видим Замес 2 В 1 Так И Выкупился Таурен Кстати Непонятно Что Он Такой Богатый Что Ли Выкупаться Ну В принципе В начале Игры Не так Дорого Стоит Выкупаться Но Все Но Странное Решение Что Он Тут Несколько Крипов Добил Так Снайпер Пытается Хоть Здесь Нафармиться У него Есть Уже Треды Несмотря На То Что Он Его Гангует Все Ну Я думаю Он Себя Еще Сможет Показать Хотя Не Очень Хорошо Вот Леон Ушел Смедая Ему Плохо Он Десятого Левела Только Вот А Дарка Наша Уже Вон Какая Дарка Дарка Тоже Ситуацию Посвободнее Но Лучше Снайпер Он Помогал Снайпер Тут Точно Нуждается В помощи Как У него С крипами Там У Снайпера Ну 41 Крип Более Нормально Но Правда Как Только Он Пытается Что Нафармить Его Тут Убивают Это Минус Морали И Минус Деньги Так Дарксир Тут Нас Че Бутылку Забрал Дарксир Нынешние Дарксир Любит Играть Через Вангуард Он Щиток Вначале Купил Для Леса Вот Сейчас Покупает Эту Штуку Бустер Плюс 250 ХП Так В БКБ Идет Видим Паук Здесь Брудмазер Здесь У нас Дарка Забрали Кого Там А Ну Вот Втроем Забрали Одного Пугну Что А Нет С Лордара Забрали Видимо Да С Лордара Здесь Пушат Пушат Башня Скорее Сего Ее Добьют Пугну Неплохо Дамажит Башню И перевес Здесь По героям И не успевают Синты Но зато Снайпер Наш бедный Снайпер Хоть Нафармил Себе Тысячу Голда На Блэйд Софа Ларсити Так Тут Замес Внизу Мастаны Всякие Но тут Вард Вообще Неприятно Стоит Здесь Все Колду Секи Магии И вард Жестко Всех Атачат Так Убили Одного Синта И на этом Все закончилось Так Тут Добили Дарку Молодцы Что-то А Остановили Бедного Дарксира Ну Плохо Ему Одним словом Так Тут Попытался Что-то Сделать Леон Как-то Замедлить Но Только Хуже По-моему Сделал Так Кидает На себя Максимальную Скорость Передвижения Дарксир То есть Он бы и так Убежал А вот Леон Зачем-то Вернулся И Его Гангуют Ну Естественно Обойдут Здесь Вот Обойдут Ну Не очень Обошли На самом Деле Могла Здесь Обойти Кристалмейден Но Здесь Забежал Зачем-то Оп И Через Лес Вот Сюда Правильно Пугну Встала Через Лес Добил То есть Турен Обеспечивал Видимость Пугна Добил Но Зато От Снайпера Отстали На Какое-то Время И Видим Что Он Уже За Это Время Убил 15 Крипов А 15 Крипов Это Порядка Сколько Там 300 Там 500 Голды То есть Хотя Б Да Вот Купил Эту Штуку Плюс 6 Агилити Так Ну Турен 12 Снайпер 9 Который Против Него Стоял Тем Более Снайпер Еще Типа Стоял На Соло Лайне Потому Что Турен Уходил То Турен С Кристал Мейден Свой План Отлично Выполнили Даже Кристал Мейден Саппорт Его И то Перефармливает К тому же Кристал Мейден Есть Треды Ну Учитывая То Что Она Постоянно Вардит Вот Дарксир У нас Еще Вангвард Не Собрал Если Учесть Что Это 17 Минута Вначале Был В лесу Так Как себе Результат Но По Китайцам Видно Что У них Тяжело Когда Сбивает Их Планы Вот Здесь Явно Видно Что Китайцам Этим Синтам Сбили Планы Не Такие Они Еще Опытные В мировой Доте Потому Что Ну Сколько Вот Существуют Те же Мимы Или Вот Эта Команда Но Они Своё Возьмут Учитывая Их Усердие Так Тут Брудмазер Ждет Подкрепление Чтобы Убить Таурена Но Ее Просвечивают Сейчас Будут Пытаться Убить Наперед Хорошо Станет Таурен Так Но Неправильно А Нет Все Так Нормально Сделали То Есть Ульт Вернул Брудмазер Брудмазер Довольно Долго Ставил На улете Сейчас Ее Урной Продамажили У нее Уходит ХП Но Убегает Она Видимо Но Это Брудмазер С массой Сеток Естественно Так Сейчас Будут Пытаться Конечно Как-то Что-то Сделать То есть Свою Копию Вызовет Таурен Будет Пытаться Но Он Делает Это На Небольшом Радиусе Только И Уходит Брудмазер А Сейчас Опа Мы Видели Что Сколько ХП Осталось Брудмазер Вот Сейчас Попытались Новый Ее Добить Но Отлично Она Спаслась В это Время Мы Правда Пропустили Замес Но Пока Бегали За Синтом Синты Добили Кого-то Скоржа Так Тут У нас Снайпер Оглушают Но Слардар К счастью Один Его Не Убьет Еще К тому Жили Он Прибегает Здесь У нас Яша Уже Снайпера Более Менее То есть Мы Видим Что За Какие-то 5 Минут Он Собрал Яшу Полностью И Так Турен Тринадцатый Но Снайпер Более Менее Уже Почти Одиннадцатый Кстати Вот Совсем Чуть Мы На Него Не Смотрели Так Тут Кидает Борозду Турен Но Как-то Странно Он ее Кидает На самом Деле Так Пытается Его Догнать Тут Все Турен Короче Кранты Одним Словом Так Но Зато Все Остальные Убежали Леон Тут В лесу Более Менее Фармится Не Так Он На самом Деле Не Очень Собрался То Если Но За Последние Десять Минут Он Фактически Собрал Такую Урну Может У него Конечно Крайне Много А У него 1800 Но Более Менее Нормально Ну На Аганим Может Он Или На Хекс Копит Не Знаем Редко Видишь В Профессиональных Играх Леона Не Саппорта А вот Именно Соломидера Бывает Такое Но Не Привык Так Тут Леон Пытается Что-то Пропушить В то В то Время Все Скоржи Пушат Мид Убивают Башню Паучок Тут В лесу Что-то Отводит Что-то Пытается Но У него И так Много Паучков Непонятно Зачем Отводить Но Это Китайцы Опять Так Они Не Упускают Ни Единой Возможности Так Снайпер Пытается Добить Но Крип У него Забрался Видим Что Леон Кидает Свои Шипы И Добивает Всего Лишь Одного Монстра Но Все Для Снайпера То Есть Чтобы Ему Легче Было Так И тут Уже Убивает Рошана На самом Деле Это Дарка Если бы Она Захватила Огра Мага То Она Могла В одиночку Убить Рошана Но Она Захватывает Волка Для Ауры Для Всей Команды То Неплохая Довольно Аура Мы Видим Там Плюс 15% Что Ли Так Бегает Дарксир Но Он Все Палит То Снайпера Снайпера Не дали Добить Рошана Хотя Б Так Но Сейчас Они Подождут Пока Скоржи Подождут Пока Снайпера 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 Стянутся И В замесе Пытаются Что Сделать Учесть Учитывая То Что Сейчас Ну У них Довольно Неплохая Начало Сочетания То Есть Там Ульт Таурена Ульт Кристалмейден Там Кубик Стан Там Ну Сейчас Пока То Есть Не Очень Выгодны Командные Замесы Для Синтов Одним Словом Снайпер Вот Видим Более Менее Хоть Его Игнобили Он Не Сильно Отстает От Дарки Хотел Фактически А Но У нее Уже Ну То Есть На 2000 Перефармливает Дарка Снайпера А у Снайпера Что А у Снайпера У Снайпера 1400 То То Снайпера На 600 Копеек Перефармливает Дарка Снайпера Вот Сейчас Здесь Стояние Какое-то Непонятное Снайперу Нужно Фармиться На самом деле А вот Не Стоять Просто К тому Если Сейчас Придут Сюда В лесу Либо Не Ну Естественно Здесь Много Крипов Он Вот Эту Точку Постарается Забрать Тоже Собирает Vanguard Чтоб Танковать Неплохо Вот Сейчас Снайпер Более Менее Здесь Нафармит Даже Нафармит На Шарик За 2100 И Скажи Что Они Думают Что Более Менее Снайпера Они Загнобили И Думают Что Все Можно От Него Отставать Но Этот Это У нас Великий Китаец С Непроизносимым Ником Так Что Зря Они Так Решили И Снайпер Уже Последние Сколько 8 Минут Фармится И Эти За Последние 8 Там Сколько 9 Минут Он Уже Фактически Почти Собрал Манту А Ну У него Не Хватает Чуть Сейчас Еще 1 2 Крипа И У него Будет Шарик За С Лордара Правда Первого Левела Это Довольно Быстро К тому же У нас Тут Волк Дает Симауру Волка Захватила Дарка Так Кинул Турен Свою Штуку Но Нежелательно Им Выходить Сюда Потому Что Их Примут Довольно Жестко Тем Более Снайперу Здесь Надо Внизу Фарм Собирать И Он Не Там И Сейчас Спокойно Забирают Рошана Скоржи Дарка Забирает Щит Теперь Не столь Эффективно Первый Раз Вот Даггер Имеет Уже Леон Но Это Дает Инициативу Синтам У Слардара Нету Еще Даггера Хотя Может Уже Есть Деньги На Секунд Так Она Рубит Эту Штуку А Леон Тратить Ульт На Crystal Maiden Вообще Нерентабельно Естественно Так Ну Тут Туррент Пытается Что-то Сделать Довольно Неплохо У него Получается Кстати Вот Урну Учесть Что Кинули На Него Сейчас Оп Добивает Снайпера Бедный Снайпер Хотя Грамотно Кинул Свою Картечь Тут же Отошел Все Равно Его Убили Так Тут Дарка Фармит Как Может Неплохо У нее Пока Получается Более Менее Но Леон Ей Тоже Вначале Мешал Но На самом Деле Снайперу Было Хуже Но Учитывая То Что Ну Как Кэри Он Лучше То Примерно Они Сейчас На Одинаковых Условиях Хотя Дарку Убили Всего Лишь Один Раз А Снайпера 5 Так Ну Что тут Пока Можно Сказать Таурен Себя Чувствует Отлично То Может Еще Что Ни Хорошее Собрать Шиву Там Какую Нибудь Раньше Собирали Таурен Любили Баттлфури Потому Что У него Неплохой Дамаг Идет От Копии Когда Она К нему Приходит Там Собирается Дамаг От Каждого Пришедшего Ну За Каждого Юнита Через Которого Прошла Копия Так Тут У нас Какой-то Странный Замес На самом Деле Сначала Продамажили Брудмазером На пол ХП Только Потом Все Остальные Подошли Но Зато Двоих Минус Ну Синты Сейчас Таурена Естественно Убьют Кинули На него Хасту Но Довольно Поздно Не Ну Подождали Пока Дарки Не Было Пока Ворвались Пока Не Было Дарки Пока Таурен Еще Не Был Так Близко И Дают Спокойно Какое-то Время Снайперу Пофармиться То есть Во-первых Замес В их Пользу Во-вторых Еще Снайпер Фармится Ну Ульт Леона Он У нас Дает Быстренько Минус Ну Кого-то В замесах Ну Там Был Замес Три На Три Вначале Естественно Ульт Леона Дает Преимущество В Замесе Три Три Значительное Так Тут Снайпер Уже 13 Левела Уже С Мантой Уже У него Сколько 500 денег Почти 600 Ну То есть Более Менормально 25 Минута У него Уже Манта Учитывая То Что Его Счет 05 Все Отлично Так Ну Уже Ситуация Для Синцов Более Менее Выравнивается Потому Что Уже Ульт Таурена Не столь Эффективен Потому Что Все ХП Подкопили Уже У всех За 1000 Более Менее Так Уверен За 1000 Так И Вот Видим Что Все Так Фейзы Ну Насчет Фейзов У Паучка То есть Вроде Как Европейские Команды Ему Обычно Любят Собирать Ну Именно Треды Потому Что Вначале Это Дает Бонус К ХП 180 ХП А Потом Это Так Скорость Те Передвижения Сделали Видимо Потому Что Довольно Часто Гангуют Так Тут Проказ В него Сделал Таурен Но Это Не Снайпер Он Более Толстый И Его Не Убили Здесь У нас Подходит Леон С Тауреном Защищать Башню Снайпер У нас Все Еще Фармится Сначала Сверху Теперь На Меде Может Более Менее Пофармить Так И 6 Крипов Нафармить И Он Перефарм Перефарм Левает Всех Абсолютно В этой Игре Учитывая Тот Счет И Учитывая Как его Гнобили Это Просто Отлично Ну Сразу Видим Кто Есть Кто По Крайней Мере Так Тут У нас Сейчас Будут Пытаться Забрать Дарксир Но Это Не Так Просто Учитывая Максимальную Скорость Передвижения Которая Дает Ему Работает Вся Команды Все Так Можно Было Собрать Что Более Уверенное Например Подкопить Чуть Чуть И Собрать Бабочку Ну Вот Такое Решение Принимают Скоржи Ну Тем Более Никаких Инвизоров Больше Нет У Скоржей Поэтому Ну Покупать Если Варды То Только Ради Дарки Конечно Но Все Так Учитывая То Что На Их Кэри Работает Вся Команда Можно Покупать Что Более Уверенное Так Мы Видим Что Здесь Ворвался Леон С Даггера Но Никого Там Нет Дарксир Фармит Как Может Он Соберет Шиву Когда Нибудь Так Здесь У нас Пушат Низ Скоржи Вот Мы Видим Что Убивает Бедного Паучка Он Еще И Врубает БКБ То Есть Испортил Его На Одну Секунду Теперь Меньше Будет Действовать Там Было Понятно Что Ему Не Уйти От Пятерых Так Ну Не Очень Сейчас Слаженно Показали Себя Сенты То Дарксир Зачем То Прибежал Ну Он Конечно Убежит Скорее Сего Так Ну Да Убегает За счет Максимальной Скорости Передвижения Не Успела Кристал Мэйден Тут Леон У нас Пока Что Пытается Нафармить Снайпер Ну Снайпер Это Понятно Ну В принципе Вот Под Эту Башню Все Телепортируются Так Что Более Менее Нормально Снайпер Увидим Увидим Уже Доминатор То Двадцать Восьмая Минута У него Манта Доминаторы Треды Как Будто Его Не Гасили Все Игру Блин Так Тут Вард Очень Сильный От Пуганный Конечно Вард Пуганный В массовых Кидает Свою Фиссуру Этот Таурен Тяжело Все Для синтов Потому Что Неслаженно Они Как Начали Сражение И К тому же Ну Подходит По Одному Отдаются Что Более Характерно Для Пабов Так Тут Иллюзии Сделал Таурен Более Менее Впитал Дамаг Иллюзия Башня За счет Этого Жива Потеряли Они В итоге Башню Но Здесь У нас Уже Ну Снайпера Хотя бы Не убили И У Снайпера Неплохие Девайсы Сейчас Будут Пытаться Защитить Барак Синты Хоть Как-то Так Вот Где Снайпер Видимо Уже Юзал Манту Так Тут Видим Что Пугна Пока Тут Убивает Дарку Пугна Оттачит Барак И Добивает Его Конечно Неприятно Для синтов Это всегда Нас Дарку Добили Пугна Видим Что Идет В сторону Базы Синтов Это Не Глупость Просто Он Пытается Создать Ситуацию Чтобы Синты Гнались Двумя Зайцами То есть Дарка Убегает Сюда В Пугна Сюда Так Тут У нас Никого Не убили Дарка Убежала За счет Своего Инвиза Но Вот Один Раз Он Ее Спас За Эту Игру За 7 Минут Ну Не Знаю Как Учитывая То Что Его Рецепт Стоит 1100 А Рецепт Бонусов Никаких Не дает Почти Странный Выбор Одним Словом Так Сейчас Пытается Забрать Таурена Почти Вся Команда Этим Занимается Но Леон Куда Туда Побежал Но Зато Он Сейчас Юзает Даггер Сейчас Он Шипы Кинет Еще Вот И Возможно Добьют Тем более Здесь Снайпер Должен Своим Ультом Ты уж Отдайте Снайперу Ребята Нет Не стали Отдавать Снайперу А у Снайпера Нет Тем более Мана На ульт Ну Понятно Тогда Может быть И правда Он ультанул Так Ну Сейчас Снайперу Конечно Чтобы Собрать Что Неприятное Так Вот его Кентавр Помогает Добить Он Тоже С помощью Доминатора Разобрал Монстра Только Кентавра Кентавра Дает У нас Скорость Атаки Манту Дарка Лучше Вот Собрала Сначала Манту Потом Инвиз Тогда В том Замесе Она Может Умерла Но Тогда Добили Второй Барак Убивает Бедного Паучка Но Он Очень Быстро За счет Фейзам И за счет Сетки И даже Под Четвертыми Стрелами Дарки Он Убегает Или Даже Стрел Не Стрел Наверное Четвертый Все Так Ну Плюс 182 У Дарки Уверенно За счет Ее Ауры За счет Плюсиков Так Ну Снайпер Тоже Неплохой У него Хоть и Плюс 62 Но У него Очень Сильная Пассивка К тому же У него Уже Есть Манта Вот Здесь Почти Собрал Шива Таурен Вот Пытаются Скажи Забрать Вверх Ну Ждут Пока Ну То есть Точнее Не хотят Ждать Моменты Когда Снайпер Уже Перефармится Но за счет Дарксира И за счет Картечи Снайпер Отлично Убиваются Монстры А без монстров Как-то Лезть под башню Не очень То есть Здесь нет Какой-нибудь Панды Которая Потом Разложится Врубает Ульт Паучок Ну На самом деле Ой То есть Врубает БКБ На самом деле Зря Потому что Никого Нет Его Никто Не поддержит И опять Он теряет БКБ Просто Так Это Фейл Конечно БКБ Нужен Замесах Идут Пуши Синты Опять Как-то Криво Таурен Кидает Свою Свою Ульт Ой То есть Свою Борозду Так Здесь У нас Забирают Паучка Но Снайпер Зато Под мантой Отлично Расстреливает Убил Пугну Сейчас Пытается Убить Таурена Но В него Врывается Слардар Но Вот Наконец Ровная Отличная Борозда Так Забирает Слардара Сейчас Расстреляют Бедную Кристалмейденку Рядом бегает Дарксир Наносит Неплохой Дамаг Так Снайпер Ой То есть Леон Сделал Даггер Здесь Ран Сделал Борозду На самом деле Таурен Но Пришлось Из-за этого Стягивать Дарксир У него Не так Много Манны Можно Было Сделать На секунду Позже Все равно Там был Стан От Леона Так Ну и Сейчас Скорее всего Сенты пропушат Скоржей Потому что Все Пятеро Мертвые Выкупаться Пока никто Не спешит Правда Через 10 секунд Уже появится Двое Аж Но Зато Следующие Нескоро Появятся Здесь Четверо Живых Они Быстренько Забирают Сторону Надо Сейчас Барак Атаковать Речи Так Вот Забирают Добивают Крипов И Можно Как-то А Вот Видим Что Здесь Башня Живая И Хотелось Сейчас Побежать На другую Линию Но Башни Живы Хотелось Было Здесь Убить Башню Все Так Зашли На базу Это Не Багдор Но Нельзя Хотя Сейчас Было Несколько Секунд Ну Хотя Наполовину Продамажить Эту Башню И Уйти Так Кстати Непонятно Почему На них Ип Не Подсвечиваются Так Здесь У нас Крипы Добили Зато Барак На Рошана Предлагает Идти Дарка У нее Уже Есть Манта Плюс 192 У нее Ну Дарка Опасная ХП У нее Конечно Не так Много Но Ее Защитят Всегда Кристал Мейден И Всякие Пугны Пугны Кстати У самого Уже Есть Худ Есть Уже Давно Мека И он Вагоним Идет Скорее Всего Хотя Не знаю Мой Шарик Просто На ХП И На Манну Слоты Благо Есть Так Тут У нас Скоржи Пытается Забрать Рошана Это Все Палит Животное Снайпера Так Но Сейчас Синтам Было Желательно Как-то Помешать Этому Потому Что Дарка Вот Такая Страшная Еще И Саегисом Это Просто Жесть Так Но Снайпер Тут Пытается Забрать Эту Башню У него Скорее Сего Получится Пока Рошана Убивают Блин В Рошана Кидается Ульт Слардара Конечно Ульт Слардар Это Наверное Жесточайший Враг Так Снайпер Не решается Добивать Здесь Башню Сам Ну Понятно Здесь Будут Делать ТП Не Сможет Он Добить Так На самом Деле Надо Тут Вард Что Ль Добивать За него Денег Довольно Много Дадут Башню Все Рано Не Добьет Но Это Китайцы Они Пытаются Инвестироваться Будущее То есть Потом Когда Ни Приду Добью Вот Даркас Убегает Здесь С Лотаром Но Ей Пока Здесь Особо Ничего Не Грозит С Даггером Уже Давно Слардар Но Все Еще Без БКБ Учитывая То Как Он Ся Хорошо Вначале Налайни Чувствовал На самом деле Мог бы И Получше Собраться Так У нас Паучок Четверо Собрались Снайпер Доты Очень Сильно Уменьшили Количество Денег От этих Монстров Там 18 Порядка Получает За каждого Монстра Не очень Хорошо На самом Деле Так 47 Минута Реплея 36 Минута Игры Таурен С Даггером Хотя Б Возможно Мы Увидим От него Отличные Ульты Пока Особо Я По крайней Мере Не Видел Просто Супер Ультов От Таурена Который Там Дамажит Всех Сейчас Смотрим Сколько День Ну Счет Примерно Равный Даже Синты Уже В свою Пользу Обернули Так Видим Что У снайпера 1800 И У него Почти Скоро Будет Бабочка А У Дарки У нас У Дарки У нас Тоже 1800 Но До бабочки Еще Жить И жить Но У нее Конечно Лотар Вот Но Лучше На самом Деле Вот Сейчас У Дарки Не Бала Лотара Была бы бабочка Она бы На один раз Больше Умерла Не столь важно У нее нету Там Год лайков Каких-то Там С нее Много Бы не Сняли За это Снайпер Тут Пытается Как-то Со своими Иллюзиями Попушить Что-то Потому Что Ну Хотелось Б сейчас Им Пушить Ну То есть Гангнуть Пушнуть В сторону Но Тут Живы Башни Оп Башню Добивают Дарксир Ворвался Сблизил Юзанул Шиву Но Вот Этот Вард В лесу Вообще Конечно Ужасен Начинается Жесткое Сражение Под БКБ Паук Опять Впереди Всех Снайпер Что-то Отступил Куда-то Не Не Дамажит Так Забрали Таурена Таурен Так Ничего Особо И не Сделал Тем более Там Пайпы Защита От Магии Так Вот Здесь Иллюзии Норма Вот Сейчас Отлично Ультанул Здесь Конечно Дарксир Но Как-то Странно Растянута Команда Синтов Не Очень Слаженно Подрались К сожалению Снайпер Там Был Где-то Сзади И Сейчас Размен 2 В 0 Вот Но Зато Хоть Жив Снайпер И Он Сейчас Доберет Бабочку Наверное 3 В 0 Уже Даже 3 Забирают Дарка Жива У Дарки Еще Есть Аегис Конечно Это Плохо Но Здесь Снайпер Доберет Уж Наверное На бабочку Я надеюсь По крайней мере Так Тут У нас Все Бегают Иллюзии Дарксира Так Ну Не очень Пока Ситуации У синтов На самом деле Надо Им послаженнее На самом деле Действовать Я вот Смотрел Реплей Этой Команды Получше Они Могут Играть Значительно Получше А не так Что Там Тауран Сделал Даггер А снайпер Где-то Сзади В этот Момент Так Ну Пайпы Конечно Это Отлично Это Все Пугно Да Пугно Собрал Пайпы Когда Их Юзаешь Дается Там 250 Магического Дамага Защита То есть Как Щит Банше Какое-то Количество Дамага В себя Забирает Но Снайпер Всего-то 18 Дарка Уже 19 Ну Не Сильная Разница На самом деле Но Все же Все-таки Неплохо Его Загангли Вначале Так Даркат У нас Наверное Мечтает О бабочке У нее 3800 А у Снайпера 300 То есть Снайпера Почти бабочка Вот сейчас Он этих Ребят Добьет И будет У него Бабочка Забирает Волка Дарка Любит Она Ауры Делает ТП Сейчас Наверное Ей Принесут А Она БКБ Собирает Ну Да В принципе Учитывая То Что Там Леон Учитывая То Что Там Таурен Хотелось И Учитывая Ее Большой Дамаг Она Под БКБ Будет Всех Расстреливать У нее Больше Чем Плюс 200 Так Форс Став Уже Собрала Варды Они Там Стараются Но У них Еще Кстати Не так Много Вардов С другой Стороны Вот Есть Только Здесь Но У нее Уже Есть Форс Став У нее Есть Гост Став На 40 Минуте Это Конечно Ну Китайский Ну Я не Знаю Китайский Или Другая Азиатская Команда Их Скоржей Их Саппорты Конечно Мощные В плане Того Что Они Помогают Как Могут Но Еще И О Себе Не Забывают А то В наших Играх Обычно В европейских Саппорты После 40 Минуты Дохнут Как Мухи И Фидят Жестко Здесь Такого Нет Такая Кристалмейденка И себя И гост Став И форст Став Спасет Там Еще Кого Подвигает Там Куда Нибудь Снайпера Например Можно Будет К себе Придвинуть Быстренько Убить У него То Нет Аегиса В отличие От Дарки Так Ну Пытается Собрать Хекс Дарксир Но Когда Это У него Выйдет Тем более С Даркой Плюс 273 Ну И Волчок Вносит Свой Вклад В ауру На самом деле Свой Вклад В ее Дамаг Так Забирает Она Башню Очень Опасная Дарка На самом деле Не Хотел Боя С С С С Вот Значит Тут У нас Снайпер Но У него Плюс 112 Всего Лишь Во Первых Ну У него Нет Плюс 45 Халявных Агил И Конечно Как У Дарки Так Пушит Лайн Если Здесь Пропушит Скоржи То Будет Все Плохо Конечно Для Синтов Здесь Спас Спас Конечно Виндуолог Дарку Неплохой Ульт От Дарксир Не Хочется Подниматься Наверх На самом Деле Скоржам Так Возвращает Пугну Максимальный Ульт От Таурена Но Все Так Нет Крипов Как То Можно Было По Другому Наверное Так Дарка Расстреливает Гостав Юзает Так Мы Сейчас Видим Дарка Убивает Всех И Вся Под БКБ Даже Не Смог Паук Остановить Со Своим Ультом Так У Дарки Как Мы Видели Был Аегис Еще Жив Он Кстати Был На Исходе Так В угол Ну Естественно Такая Дарка Перефармленная Еще И С Аегис То Есть Она Не Пряталась Где-то За Спиной Там Так Ам Айс Про Сказал Кто-то А Видимо Это Да Это Таурен Чифтан Он Сказал Что Он Неплохой Парень Хотел Сказать Это Друзьям Но Вот Ошибся Ну То Есть Так Он Оправдал Свои Понты На На самом Деле Это Я Не Вам Это Я Так В Общий Чат Так Ну Одним Словом Что У нас Лаудар Хоть так И не Собрал БКВ Под Конец Игры Но Дарка С Аегис Против Снайпера Бедного Которого Гнобили Ну Короче Что Можно Скажи Выполнили Свой План То Есть Они Загнобили Во-первых Главного Кэрри Синтов Если Бо Они Не Гнобили Снайпер Там Был бы Уже С Каким Нибудь Сатаником Там Еще С Чем Нибудь Там С Бури Сдеки Анон Там С Чем Нибудь Еще А Здесь Его Загнобили И Он Не Сильно Перефармил Дарка Даже Может И Отстал Чуть И Поэтому Соответственно Опасная Дарка Со Своим Ультом Плюс 45 Агил И Порешала Кто Ливанул Кто Тут Все Рано Доносит Дерево Это Китайцы Дарка Все Еще Наконец Юзает Своё Преимущество То есть Убивает Тех Кого Может Так Умер Тут Еще И Леон Бедный Но Все Поливали Мы Тоже С Вами Ливанем И Смотрим По Убитым Войскам Все Таки На Первом Месте Наш Снайпер 588 Айт Нанят Это Защитого Кортечи 264 Крипа Убил Снайпер Он На Первом Месте Не Сильно Отстает Тракса Но Траксы Было Много Киллов По Сранению Со Снайпером Вот Снайпер Так И То есть Запушили Коржи До Того Как Снайпер Смог Более Менее Собраться И Показать Что То Мощное Так Вот А по Героям 8 Киллов Целых У Дарки А у Снайпера Всего Лишь Три Ну В принципе Понятно Короче Ну То 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 Свою Игру Сыграли Команда С Коржей То 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 Загнобили Снайпера Расфармили Своего Кэрри И На самом Деле Может Быть Надо Было Леону Почаще Приходить К Снайперу И Во Вторых Взять Снайпера Другого Кэрри А Не Таурена У Которого Мало Маны Ну Все Всем Счастливо Надеюсь Вам Понравилась Эта Игра До Свидания